Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Друзья, братья и сестры, всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем. Сегодня 13 мая 2018 года, в гражданском нашем летоисчислении. В библейском календаре сегодня 28 число завершения месяца Ияр, второго месяца библейского календаря, если считать от нашего исхода, от Ниссана, месяца Авива. И 28-й Ияра, это праздник День Иерусалима, так что всех вас с Днем Иерусалима! Поздравляю! Благоставляю сегодня Иерусалим, благоставляю столицу еврейского государства. 51 год тому назад Иерусалим снова стал нашей еврейской столицей, возрожденного государства Израиля. 70-летие, которого, кстати, в этом году мы отмечали и отмечаем, продолжаем отмечать, потому что весь этот год в календаре, вот в частности в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, он посвящен как раз Израилю, посвящен теме Израиля, посвящен 70-летию, возрождение еврейского государства, исполнение библейских пророчеств, исполнение того, что Бог говорил через пророков в Писаниях. Слава Богу! Вообще месяц Ияр, второй месяц календаря нашего, он, мы его называем Ияром, а так, в общем-то, в Библии он просто называется вторым месяцем. Так вот, второй месяц, он во многом уникален. Знаете ли, долгое время, ну, до нашего времени, будем так говорить, до недавнего времени, этот месяц, он считался месяцем без праздников. И знаете ли, если первый месяц, он ознаменован, конечно, Песохом, Пасхой, исходом из рабства, свободой нашей, третий месяц, это Шавуот, это Пятидесятница. Для нас, новозаветных верующих, евреев и неевреев, это день сошествия Святаго Духа на апостолов и на первую церковь, на первую мессианскую этапщину, с которой, как с небольшого ручейка, родилась огромная река мирового христианства. День рождения церкви так еще называли и называют этот день. То, да, первый и третий месяц, они праздничные такие, да, во многом. Но второй месяц, он всегда был месяцем без праздников, хотя древние мудрецы еврейские утверждали, что именно этот месяц, он будет наполнен празднествами в мессианскую эру, в мессианскую эпоху. И вот в мессианская эра наступила, дамы и господа, уже два тысячелетия. Мы живем в эпоху третьего храма, самого удивительного храма за всю историю человечества. Был первый передвижной храм, будем договорить, с Киньей. Был храм, который Ишлома построил, Соломон, царь. Потом по грехам нашим он был разрушен, но затем было покаяние, восстановление, чувак. Начался период второго храма, как мы называем его. Хотя, когда его начали, ну, когда его отстроили, Сызнова, то старики плакали. Те, которые еще пацанами, будем договорить, еще помнили тот первый храм, конечно, второй, возрожденный, он ни в какое сравнение с ним не шел. Но шли годы, знаете ли, как говорится, не в раз Москва строилась. И храм Иерусалимский тоже строился так постепенно, постепенно, поэтапно строился, созидался. И ко времени Машеха, ко времени пришествия Христа, этот храм был великолепен, он был просто, на самом деле, великолепен и украшен прекрасно. Значит, затем наступила эпоха третьего храма, во времена Машеха. И сам апостол Павел Саул Шауль, он сказал так, что «Разве не знаете, что вы храм Божий?» Написав послание в Коринф, «И Дух Божий живет в вас». И в это время, время третьего храма, действительно, мировая история, она пошла, скажу так, как время восстановления, на самом деле. И сегодня, вот в этот праздник, хочу всех вас поздравить, благоставляю Иерусалим, столицу нашу. И привет всем в Иерусалиме, привет всем в Израиле. И в День Иерусалима сегодня пели Атихву, сегодня молили за город Иерусалим. Вот, и, да, кстати, в месяц Ияр, вот если исторически брать, то произошло два чуда, два самых больших чуда 20-го столетия. Добрый день. Здравствуйте. Таких геополитических, таких чудо. В начале месяца это возрождение Израиля, как государство. Это было в 1948 году. И в 1967 уже Иерусалим снова становится столицей еврейского государства. Вот эти два чуда, они произошли, так получилось, так совпало, знаете ли, удивительно. «Его Величество Случай», говорят, это псевдоним «Его Величество Господа Бога». И в начале месяца Ияр это было возрождение Израиля. Мы так и празднуем, значит, День Израиля, День Независимости Израиля. Мы отмечаем в начале месяца, отмечали вот. А в конце месяца, вот сегодня 28 число Ияра, мы празднуем День Иерусалима. День, когда, знаете ли, пришло время в исполнении пророчеств Израиль вновь, как, скажу так, восстановленный гор, восстановленная держава, восстановленное государство, имела Иерусалим своей столицей. Слава Богу, дамы и господа, великое чудо. Вот, и благоставляю всех вас, и благоставляю Иерусалим, благоставляю Иерусалим. В сердце не угаснет священный огонь, Будет стремиться еврейская душа, Будет стремиться к востоку на Сион, В землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь, Мы две тысячи лет ее храним. Будем снова народом мы свободным На Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом мы свободным На Сионе, в Иерусалиме. Благоставляю Иерусалим, благоставляю всех вас, Братья и сестры, благоставляю Израиль. Вот, и сегодняшний день, в этом году 13 мая, День Иерусалима, напоминаю, празднуем. Вместе с Израилем, со всеми евреями, во всем мире, будем договориться, и со всеми боящимися Господа, любящими Господа, вот, от чистого сердца. Со всеми, кто чтит Библию, как Божье Слово, Святое Откровение. Благоставляю всех вас, из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. До встречи на небесах и на земле. Шалом, шалом Иерусалаем.